Продолжим путешествие в увлекательный мир физики, науки о природе. Что общего у воды и льда? Почему алмаз твердый, а график мягкий, хотя состоят из одного и того же вещества? Почему куски пластилина легко соединить в один, а разломанный карандаш нет? Изучил физику строения вещества, вы легко сможете ответить на эти вопросы. Вы знаете, что в физике понимаем под физическим телом любой предмет. Например, карандаш, ластик, лед являются физическим телом. Все тела состоят из веществ. Карандаш из древесины и графита, ластик из резины, лед из воды. А из чего состоит вода? Многие ли задавались вопросом, из чего все состоит? А что будет, если предмет разделить на части? Вопрос о внутреннем строении тел интересовал ученых с глубокой древности. Предлагаю вам посмотреть фрагмент мультфильма «Смешарики». Во время просмотра найдите ответы на следующие вопросы. До какого предела можно разделить тела? Кто выдвинул гипотезу о дискретном строении вещества? К какому выводу о пределе деления он пришел? Давайте проверим, как вам удалось справиться с этим заданием. Гипотезу о строении вещества выдвинул древнегреческий философ Демокрит около 25 веков назад. Легенда рассказывает, что Демокрит, глядя на яблоко, размышлял, как долго он может его делить и будет ли оставшаяся часть обладать свойствами яблок. Он пришел к выводу, что предел деления существует. Вещество имеет дискретное строение. Дискретно в переводе с латинского языка означает разделенный, прерывистый. Синонимы к этому слову дробный, конечный, отдельный, прерывистый, раздельный и тому подобное. Физическое тело – это любой предмет. Физическое тело состоит из вещества. Вещество состоит из молекул. Вещество обладает свойствами – цвет, запах, текучесть и другие. Вещества различаются свойствами, так как состоят из разных молекул. Мельчайшие частицы вещества, способные существовать самостоятельно и сохраняющие основные свойства вещества, называются молекулами. Например, карандаш – это тело, древесина и графит – вещество. Их свойства различные, так как у них различное молекулярное строение. Молекулы состоят из атомов. Всего в природе встречается 92 вида различных атомов. В научных лабораториях получено более 30 видов атомов. Обратите внимание на рисунок 47 из учебника. Как из буквы алфавита образуются слова, так из атомов образуются различные вещества. Комбинация атомов кислорода и водорода дает молекулу воды. При нагревании вода переходит в пар, при охлаждении – в лед. Посмотрите на рисунок 48. Как вы думаете, пар, вода и лед состоят из одинаковых молекул? Убеждена, что вы ответили «да». Молекула воды неизменна. Меняется взаимное расположение и взаимодействие молекул вещества. Поэтому вода существует в трех состояниях – твердом, жидком и газообразном. В состав молекулы может входить большое количество атомов, как, например, в молекулу ДНК. Размеры молекул очень малы, но их можно увидеть при помощи электронного микроскопа. Изображения наблюдают на мониторе. Вид снежинки и молекул под электронным микроскопом представлен на слайде. Еще одним доказательством дискретного строения вещества является смешивание и окрашивание жидкости. Во время просмотра видеофрагмента обратите внимание на то, как это происходит. Проделаем опыт. Капнем каплю раствора марганцовки в воду. Вода окрасится. Перемешаем марганцовку. И она распределится по всему объему. Возьмем из первого стакана каплю раствора и добавим во второй стакан. Вода окрасится по всему объему. Каждая последующая жидкость будет окрашена только слабее, чем в предыдущем сосуде. Так как мы брали только каплю краски, и она распределялась по всему объему, можно сделать вывод о дискретности строения вещества. Конечно же вы заметили, что при попадании капли раствора марганцовки шло окрашивание беспорядочно, в произвольных направлениях, и марганцовка растворяется в воде. Опираясь на уже известные факты, попробуйте объяснить новое физическое явление, помимо дискретности строения веществ. О чем еще говорят результаты опыта? Давайте воспользуемся методом маленького человечка. Представьте себя размером с молекулу, находящуюся внутри жидкости. Какую картинку вы увидели бы в момент смешивания жидкости? Как вы объясните этот процесс? Молекулы сталкиваются между собой, движутся беспорядочно, хаотично и непрерывно. Перемешивание веществ, проникновение их друг в друга указывает на то, что между частицами есть расстояние, независимо от того, в каком состоянии оно находится, твердом, жидком или газообразном. Нужно заметить, что из собственного опыта вы знаете, что сахар быстрее растворяется в горячей воде. Если увеличить температуру жидкости, то смешивание происходит быстрее. Вернемся к рисунку 48 учебника. В каком состоянии молекулы располагаются дальше друг от друга? Вы обратили внимание, что в твердом состоянии молекулы упорядочены, находятся ближе, но между ними есть промежутки. Явление взаимного проникновения веществ друг в друга называют диффузией. Беспорядочное движение частиц вещества, зависящее от степени нагретости вещества, вызывают тепловым. С диффузией мы сталкиваемся постоянно. Запах кофе и аромат духов. Когда завариваем чай и растворяем в нем сахар. Диффузия протекает в газах быстрее, чем в жидкостях. Очень медленно идет в твердых телах. Предлагаю вам на компьютерной модели рассмотреть процесс диффузии в газах. В сосуде с перегородкой находятся два газа при одинаковой температуре. Мы видим, что между молекулами есть промежутки. Молекулы движутся беспорядочно и непрерывно сталкиваются друг с другом. Вы обратили внимание, что когда мы убираем перегородку, газы перемешиваются. Молекулы одного газа проникают в промежутки между молекулами другого газа, занимая весь предоставленный объем. Для того, чтобы пронаблюдать диффузию в твердых телах, нам может понадобиться несколько лет. С диффузией в быту мы сталкиваемся постоянно. Это засолка продуктов, перемешивание жидкостей, ароматы. Учитывать диффузию надо при загрузке белья в стиральную машину. Предупредить чрезвычайную ситуацию можно, почувствовав запах газа и приняв все необходимые меры. Открыть окно, вызвать аварийную службу по телефону 104. Следует отметить огромную роль диффузии в природе и технике. Благодаря диффузии поддерживается однородный состав атмосферного воздуха вблизи поверхности Земли. Проникновение кислорода из крови в ткани человека, питания, дыхания человека, животных и растений. Вы задумывались над тем, как они в огромном для них мире узнают дорогу домой, Оказывается, и эту загадку открывает явление диффузии. Муравьи помечают свой путь капельками пахучей жидкости. Благодаря диффузии насекомые находят себе пищу. Бабочки, порхая меж растений, всегда находят дорогу к красивому цветку. Пчелы, обнаружив сладкий объект, штурмуют его своим роем. Растение дышит и вдыхает воздух, пьет воду. Почвы получают различные микродобавки благодаря диффузии. Платоядное животное находит своих жертв тоже благодаря диффузии. Акулы чувствуют запах крови на расстоянии нескольких километров, так же, как и рыбы пираньи. На процессе диффузии основаны многие физиологические процессы в организме человека и животных, такие, как дыхание и всасывание кислорода в кровь и другие. Диффузия наблюдается при смешивании красок, покрашивании, пайке и сварке, склеивании и других процессах. Газовая диффузия разработана для атомной промышленности. Благодаря явлению диффузии, нижний слой атмосферы, тропосфера, состоит из смеси газов, азота, кислорода, углекислого газа и паров воды. При отсутствии диффузии произошло бы расслоение атмосферы. Внизу оказался бы слой тяжелого, вредного углекислого газа. Над ним кислород и выше азот и другие газы. Важно человеку ограничить выбросы вредных веществ в атмосферу. Во всех приведенных примерах мы наблюдали взаимное проникновение веществ друг в друга, то есть диффузию. Предлагаю вам решить еще одну задачу про старинную книгу. В старинной книге перед страницами с рисунками подклеены листы тонкой прозрачной бумаги. Почему на сторонах этой бумаги, соприкасающихся с рисунками, со временем появляются отпечатки рисунка? Сейчас, изучив эту тему, мы с вами можем смело ответить, что причина кроется в явлении диффузии, когда с течением времени диффузия наблюдается даже в твердых телах.